30 лет тому назад Евгений Евтушенко, предваряя свою поэму братской ГЭС, коленопреклоненно обращаясь к великим русским поэтам, в том числе обратился и к Пастернаку со словами. «Дай, Пастернак, смещение дней, смущение веток, смешение запахов, теней с мучением века, чтоб слово с садом вармача свело и зрело, чтобы вовек твоя свеча во мне горела». Вот и сегодня мы хотя бы на малое время попытаемся снова возжечь свечу судьбы, творчества и поэзии человека, который входит в немногочисленный список лауреатов Нобелевской премии. Тот самый список, который открывается славным и великим именем Ивана Бунина. Борис Пастернак. «Уже столько сказано было, особенно после того, когда появилась возможность говорить, ибо дни-то свои он кончил в травле и опале». Но сегодня мы хотели бы говорить не собственно о судьбе его, а о том, как она перекликается свящим божественным смыслом, с той самой евангельской правдой, которая не может не тронуть ни одного человека, приходящего в этот мир. И, конечно же, Пастернак, нося в себе столь великое дарование, не мог быть не отмечен этими следами, этими бликами и этим присутствием. Прежде всего, в поэте это личность его, ибо личность уже неповторима, ибо она заключает в себе тот дар, который и делает эту поэтическую индивидуальность единственной, Пастернак был таковым. Но здесь вот эта яркая, многоцветная выраженность дарования, она для многих таила и роковую опасность, ибо это невольно могло вести к демонизму самоутверждение любыми путями. И мы знаем, что нередко это случалось и посредством апатажа, и гордо вскинутых голов, и презрительных эпиграмм, и некой самонадеянности гения. В Пастернаке его поэтическая интуиция как-то сразу отметила вот ту данность, про которую в Евангелии Спаситель сказал. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. И вот этот вот внутренний стержень личности поэта строился на той смиренной скромности, той суровой взыскательности к собственному дарованию, которая и позволила ему и в жизни, и в творчестве сохранить вот это достоинство простоты и скромности. «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архивов, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех, позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и погружаться в неизвестность, и прятать в ней свои следы, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, «Но поражений от победы ты сам не должен отличать, и должен ни единой долькой не отступиться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». И действительно, вот эта потребность какой-то внутренней предельной искренности, она дается очень немногим. И Пастернак немало перемучился, прежде чем он выстрадал ту самую простоту, в которую, как сам он писал, впал как в ересь. Эта простота далась ему нелегко. Многое из того, что было написано им до 40-го года, он полагал, что отмечено манерностью и поиском не столько содержания, сколько внешней его остроты. Этот формалистический изыск, безусловно, был тогдашним поветрием в литературе. И не так уж и многие преодолели его. Пастернаку посчастливилось это сделать. Хотя и страшной ценой, по которой он, наступая на горло с собственным поэтическим амбициям, все-таки пришел к этой простоте. В Евангелии сказано, «От избытка сердца говорят уста». Узнал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, прихлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я б отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость – это Рим, который взамен трусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Кроме всего, о Пастернаке можно сказать еще и то, что не только природа, но и окружение привели к тому, что он соделался человеком, открытый ко всему многоцветию мира этого. Ведь его отец Леонид Осипович Пастернак был замечательным художником и не только прекрасным иллюстратором произведений Льва Толстого, но еще и человеком, который никогда не выпускал карандаша из рук, фиксируя, где бы он только не появлялся, мгновения, ракурсы, моменты и детали. И в стихах Пастернака мы видим, как он вторит отцу вот в этой удивительной детализации своих стихотворений. Его мать Розалию Кауфман была известной тогда и в Москве, и в Петербурге пианисткой. Именно она-то и привела совсем еще маленькому Борису эту неукротимую тягу к музыке. Сам он писал, что «больше всего на свете я тогда любил музыку, а в музыке Скрябина». Но, как выяснилось потом, отсутствие абсолютного слуха не позволили ему заниматься и композиторской, и исполнительской деятельностью в такой степени и на такой высоте, как того он хотел бы. И тогда появилось увлечение философией. И, вероятно, это тоже неспроста. Это была тоже одна из граней, которая открывала ему видение смысла этой жизни. И здесь это не просто шкаляр и ученик. На несколько месяцев, учась в Московском университете, он отправляется в Германию и слушает там лекции знаменитых немецких философов. Более того, он завоевывает благосклонность их, и ему предлагают остаться там для продолжения обучения. Однако Пастернак уже тогда чувствует в себе созерцателя. И, конечно же, потом увлечение философией так много дало ему и в осмыслении творчества, и личности поэта, и философских и эстетических корней вдохновения. Однако философом как таковым он не стал. Но все это, и музыка, и живопись, и философия стали слагаемыми его личностей. Личности, которой Бог хотел бы, как и в каждом из нас, увидеть эту многогранность совершенства. Ибо сказано, да будет совершен Божий человек, и ко всякому доброму делу приготовлен. И вот Пастернак уже на седьмом десятке так выразил свое поэтическое и жизненное кредо. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытие. О, если бы я только мог, хотя бы от счастья я написал бы восемь строк о свойствах страсти, о беззаконьях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях, я вывел бы ее закон, ее начало, я повторял ее имен, инициалы, я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок цвели бы липы в нем подряд, гуськом в затылок, в стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокоз, грозы раскаты, так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука. ГОЛОВА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! И, конечно же, жизнь многотрудная, многоликая, жизнь с ее бесконечными перипетиями, вплетенными в нее радостями и страданиями, именно она лепит и творит поэта. При всем при этом жизнь, казалось бы, обошлась с ним милостиво. Он не оказался ни в числе репрессированных, ни подверженных гонениям. Но конец жизни сулил ему испить ту чашу, которая, вероятно, и не может не испить истинный поэт. С 1945 по 1956 год он пишет свой роман «Доктор Живак». Он должен был быть опубликован в одном из журналов, но затем ему было напрочь отказано. И тогда он решается опубликовать его за границей. И после того, как роман прозвучал там, именно прозвучал, ибо отголосок и эхо его переводов прокатилось по всему миру, после этого, и особенно после присуждения Нобелевской премии, он попал в такую опалу, из которой, к сожалению, ему так и не пришлось выбраться. И не только тем, что ему пришлось поступиться, ибо его письмо к Хрущеву, его отказ от Нобелевской премии уже и был невольным проявлением и его слабости, и его лет, и изнуренности всем тем, что он переживал в эти годы, но и также и потому, что неотвратимая болезнь через некоторое время унесла его из числа живых. Пастернак тяжело переживает то унижение, с которым ему пришлось преклонить голову свою. В эти дни и недели, когда он почувствовал свою оставленность, свою слабость и неспособность противостоять этой страшной машине, он в творчестве своем обратился к образу того, который молился в Гефсиманском саду почти две тысячи лет до него, о том, чтобы миновала и его чаша страданий. Гул затих, я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. Если только можно, А воочи Чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль, Но теперь идет другая драма, И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, Все тонет в фарисействе, Жизнь прожить, Не поле перейти. Итогом этих страданий Стала смерть. Но смерть принесла величие, Ту суровую возвышенность К поэту и человеку, Который умер в изгоях, Заклятый, как отщепенец, Но признанный И ныне исповедуемый Всяким Откликающимся На высокую поэзию. Сам Пастернак, Предвидя Эти последние минуты Прощания с миром, Которое всегда составлял Главную любовь души его, Писал В стихотворении Август Так. Прощай, Лазурь преображенская Из золота Второго спаса, Смягчи последней Лаской женственной Мне горечь Рокового часа, Прощайте Годы безвременщины, Простимся Бездни унижения, Бросающая вызов Женщина, Я Поле Твоего Сражения, Прощай, Размах Крыла Расправленной, Полета Вольное Упорство, И образ Мира В слове Явленный, И творчество, И чудотворство. Лебединой песней Пастернака Стал ее роман Доктор Живаго. Но теми вехами, Которые проходят Через всю Жизненную Конву этого романа, Стали стихи к нему, И особенно Евангельские По сюжету И теме. Пастернак Не был Тем церковным Человеком, С которым мы Связываем Понятие Человеки Веры. Но для него, Вобравшего в себя И по дару, И по культуре, И самое главное, По этому Неутомимому Внутреннему Поиску Истинного И прекрасного, Для него Вхождение В евангельский Пласт Стало Таким Естественным И таким Значимым, Что просто Мы Поражаемся Той Духоносности, Той Энергетики, Которые Несут в себе Стихи На евангельские Темы. В стихотворении Мария Магдалина Перед нами Предстает Та Женщина, Которая, Будучи Блудницей, Была приведена Ко Христу Его Недругами Фарисеями. И они, Желая Искусить Его В ответе, Спросили, Что им Делать с Ним? Что им Делать с Ней? И тогда Христос, Зная Черные Тайные Помышления Сердца Их Сказал, Первый Из вас Кто не Имеет Греха Брось В нее Камень. И они Постыженные Один за Другим Разошлись. И вот Этот-то Момент Для нее, Ожидавший, Что эта Толпа Тут же На глазах У всех Начнет Кровить Ее Камнями, Ибо Так Приписывал Иудейский Закон, Она Увидела В нем Спасителя. И теперь С этого Часа Верою Она Последовала За Ним. Она, Мария, Приготовила Его К погребению, Как сказал Сам Спаситель, Когда Омыла Его Ноги, И когда Возлила Ему На голову Драгоценное Масло. Именно Она, Мария, Была Там, При Кресте, Когда Он Мучился В последних Судорогах Своих. Но Она Первая Познала Радость Воскресения Его. Это Было И Ее Воскресение. У Людей Пред Праздником Уборка Вдалеке От Этой Толчи Омываю Миром Из Ведерка Я Стопы Пречистые Твои. Шарю И Не Нахожу Сандалий. Ничего Не Вижу Из-за Слез. На Глаза Мне Пеленой Упали Пряди Распустившихся Волос. Ноги Твои В Подол Уперло. Их Слезами Облила Иисус. Ниткой Бус Их Обмотала С горла. В Волосы Зарыла Как В Бурнус. Завтра Упадет Завеса В Храме. Мы В Кружок Собьемся В Стране И Земля Качнется Под Ногами. Может Быть От Жалости Ко Мне Перестроятся Ряды Конвоя И Начнется Всадников Разъезд. Словно В Бурю Смерч Над Головою Будет В Небо Рваться Этот Крест Брошусь На Землю Ног Распятия Обомру И Закушу Уста Слишком Многим Руки Для Объятия Ты Раскинул По Концам Креста Для Кого На Свете Столько Шире Столько Муки И Такая Мощь Если Столько Душ И Жизни В Мире Столько Поселений Рек И Рощ И Пройдут Такие Трое Суток И Столкнут В Такую Пустоту Что За Этот Страшный Промежуток Я До Воскресенья Доросту Когда я Немощно В Вере Своей Всякий Раз Когда Перечитываю Стихотворение Его Гефсиманский Стат То Я Не Могу Избавиться От Ощущения Его Суприсутствия На Этом Месте Только Оно Могло Вызвать Ощущение Реальности Которая Дышит Каждая Строчка Этого Стихотворения И Конечно же Просто Поражаешься Тому Глубинно Богословскому Пониманию Всего Того Трагизма Одиночества В котором В эти Часы Оказался Христос Мерцанием Звезд Далеких Безразлично Был Поворот Дороги Озарен Дорога Шла Вокруг Горы Масличной Внизу Под Нею Протекал Кедрон Вдали Был Чей-то Сад Надел Земельный Учеников Оставив За собой Он Им Сказал Душа Скорбит Смертельно Побудьте Здесь И Бодрствуйте Со Мной Он Он Отказался Без Противоборства Как От Вещей Полученных Взаймы От Всемогущества И Чудотворства И Был Теперь Как Смертные Как Мы Ночная Даль Теперь Казалось Краем Уничтожения И Небытия Простор Вселенной Был Необитаем И Только Сад Был Местом Для Жилья И Глядя В эти Черные Провалы Пустые Без Начала И Конца О Том Чтоб Чаша Смерти Миновала В Поту Кровавом Он Молил Отца Смягчив Молитвой Смертную Истому Он Вышел За Ограду На Земле Ученики Осиленные Дремой Валялись При Дорожном Ковле Он Разбудил Их Вас Господь Сподобил Жить В Дни Мои Выше Разлеглись Как Пласт Час Сына Человеческого Пробил Он В Руки Грешников Себя Предаст И Лишь Сказал Неведомо Откуда Толпа Рабов Ископище Бродяг Огни Мечи И Впереди Иуда С Предательским Лапзанием На Устах Петр Дал Мечом Отпор Головорезом И Ухо Одного Из них Отсек Но Слышат Спор Аминь Аминь Ухо В Третий День Восстану И Как Сплавляют По Реке Плоты Ко Мне На Суд Как Баржи Каравана Столетия Поплывут Из Темноты Субтитры создавал DimaTorzok